На повестке дня состояние оперативной обстановки в городе. И сходу контрастные цифры. Имущественных и преступлений против личности стало меньше. А случаев мошенничеств наоборот. Количество удвоилось. Идет прогресс. Жулики на месте тоже самое не ходят. Используют те же самые средства, только в противную сторону. Полицейские обращаются к депутатскому корпусу с просьбой найти возможности для возобновления работы вытрезвителей, как это было в Советском Союзе. Это нужная и довольно-таки актуальная тема для нашего города и для нашей страны в том числе. Здесь очень много всяких вопросов и юридических в том числе. Раньше эти учреждения находились в ведомстве МВД, где они сейчас будут находиться, кому они будут принадлежать. Это, в общем-то, федеральный уровень. Тем временем в Югре и конкретно в Когалыме растет число водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. Для многих это даже норма. С начала года за повторное вождение в нетрезвом виде заведено 19 уголовных дел. Последнее на прошлой неделе. В целом о ситуации на дорогах рассказал начальник госавтоинспекции. Наезд на пешеходов 3, в общем, это группы 5. То есть принимаемые мерами нам, собственно, даются стабилизировать дорогу транспортного обстановку. Стабилизировать обстановку удается в том числе и благодаря обновленной транспортной инфраструктуре, отмечает Алексей Галкин, который и дальше будет активно преображаться. Коммунальщики предлагают свою программу комплексного развития. Здесь корректировка движения общественного транспорта, строительство дорог, СТО, гаражей, велодорожек. Планы до 2035 года. Однако, прежде чем обустраивать велодорожки, надо разобраться с дорожным пространством. Я обращаю внимание, что ширину проездной части пора изменять. Особенно места, где разореза, где стопорится. А вы не говорите, мы проводим изменения. Да, изменили, поставили барберный камень. Лучше сделать? Нет. Численность населения растет, как и количество транспорта. Позаботиться о парковках нужно уже сегодня. Предусмотреть, скажем так, стоянки в доступности в микрорайонах, и где уже будет соответствующая инфраструктура развита, я же, опять же, вернусь к тем же зарядным делам, это будет более актуально. Вопросов к программе много. Некоторые пункты депутаты посчитали неактуальными. У меня замечания касаемо гаражей. Я считаю, что количество гаражей для остальных, их у нас там, и так, то, что есть, мы бы сказать, что обеспеченность 50%, и то они не востребованы. Наши жители машины в гараже не ставят, не ставят, не будут это точно. Сейчас ездят и автозапуски, и все остальное. И второй вопрос связан с использованием песко-солевой смеси в зимний период. Вопрос экологии тоже не назначал от вас в положении. Правильно мы в этом направлении работаем. До 35-го года также будем соль сыпать. Будет ли на Коголымских магистралях мраморная, экологически чистая крошка, альтернатива песко-солевой смеси? Пока ответ на этот вопрос докладчики дать не могут. Зато, судя по проектам, представленным на Думе, в перспективе индивидуальная жилищная застройка в 8-м микрорайоне, который пока существует лишь на бумагах, а также по улицам Рижская и Вильнюсская, отремонтируют восточную промзону. Появятся новые АЗС. Даже нужно на перспективу развивать заправки газовые для автомобилей. Среди вопросов, которые обсудили на 9-м заседании, также система налогообложения, программа «Комфортная среда», строительство новых школ в Коголыме. Единственные, кому не было вопросов, это специалисты центра занятости. Они доложили о содействии работодателей, стажировке выпускников вузов. По всей видимости, работа в этом направлении ведется безупречно. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей.